Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, в беседе на 41-й Псалом, в частности, говорит, как можем любить Бога, которого не видим? Вопрос и ответ. Пусть никто не говорит мне, как могу я любить Бога, которого не вижу. И многих мы любим, не видя их, как пример отсутствующих друзей, детей, родителей, родственников и домашних. И то, что мы не видим их, нисколько не служит препятствием, но это самое особенное и воспламеняет любовь, усиливает привязанность. Ты не видишь Бога, но видишь создание Его, небо, землю, море. А кто любит, тот увидев произведение любимого, или обувь, или одежду, или что-нибудь другое, воспламеняется любовью. Ты не видишь Бога, но видишь Его служителей и друзей, то есть мужей святых и имеющих пред Ним дерзновение. Послужи же теперь им, и будешь иметь такое утешение для своей любви. И между людьми мы обыкновенно любим не только друзей, но и тех, кого они любят. Если кто из любимых нам скажет, я люблю такого-то и всякое благодеяние, оказанное ему, считаю, оказанное мне самому, то мы делаем все и стараемся всячески угодить этому человеку, как будто видим в нем самого любимого. Тоже можно делать теперь и в отношении ко Христу. Он сказал, я люблю бедных, и если они получат какое-нибудь благодеяние, я воздам за то, как бы сам получил его. Будем же делать все для облегчения их участи, или лучше истощим на них все свое имущество, веруя, что в лице их мы питаем Бога. А что действительно, питая их, мы питаем самого Бога, об этом послушай, как говорит Христос. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был наг, и вы одели меня. Матфея 25, глава 35-36 стихи. И много доставляет Он нам случаев к удовлетворению нашей любви. Любовь обыкновенно возбуждает в нас следующие три предмета. Или телесная красота, или великое благодеяние, или любовь к нам другого. Каждый из этих предметов сам по себе может восстановить в нас любовь. Хотя бы мы от какого-нибудь человека не получили никакого благодеяния, но если слышим, что Он постоянно любит нас, хвалит нас и удивляется нам, то и сами тотчас привязываемся к Нему душой и любим Его, как благодетеля. А в Боге не одно только это, но и все три совершенства можно видеть в такой высокой степени, что невозможно выразить их словом. И во-первых, красота этого блаженного и нетленного существа неизъяснима, ни с чем не сравнима, превосходнее всякого слова и выше всякого разумения. Впрочем, возлюбленный, когда ты слышишь о красоте, то не предполагай ничего телесного, но разумей некоторую славу бестелесную и великолепие невыразимое. Изображая эту славу, пророк говорит, вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Исайя 6 глава 2-3 стихи. От изумления, от удивления этой красоте, этой славе. И Давид, представляя эту самую красоту и восхищаясь славою этого блаженного существа, говорит, «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотою твоею». Псалом 44, 4-5 стихи. Поэтому и Моисей часто выражал желание видеть его, что был уязвлен любовью к нему, и любил эту славу. Поэтому и Филипп говорит, «Покажи нам Отца, и довольна для нас». Иоанна 14 глава 8 стих. «Впрочем, сколько бы мы ни говорили, мы не можем представить ни малейшего, ни даже самого слабого подобия божественной красоты. Но ты желаешь, чтобы мы исчислили его благодеяния, и их невозможно изобразить словом». Поэтому Павел говорил, «Благодарение Богу за неизлеченный дар его». 2 Коринфянам 9 глава 15 стих. Далее. «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. И еще. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его». Римлянам 11 глава 30 стих. «А любовь, которую он показал нам, какое может изобразить слово?» Удивляясь ей, Иоанн говорил, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Иоанна 3 глава 16 стих. «Если ты хочешь слышать собственные слова его и узнать его любовь, то послушай, что говорил он через пророка. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исайя 49 глава 16 стих. «И как псалмопевец говорит, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Божия». Псалом 41 стих. «Так и Христос говорил, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23 глава 37 стих. «И еще говорит пророк, как отец милует сына, так милует Господь боящихся его». «И еще, как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его». Псалом 102, 13-11 стих. «И как пророк ищет подобие для выражения своей любви, так и Бог употребляет некоторые подобия, чтобы выразить нам любовь, какую Он показывает в устроении нашего спасения. Пророк приводит в пример жаждущую лань и иссохшую землю, а Бог – любовь птиц к своим птенцам, попечительность Отца, высоту неба от земли и сердоболие матерей. Не потому, чтобы Он любил нас только так, как мать, дитя, но потому, что кроме этих образов, подобий и примеров, у нас нет других, больших выражений любви, а что Он любит нас не только так, как нежная мать, дитя, послушай слова Его. «Если и забудет женщина грудное дитя свое, но я не забуду тебя». Этими словами Он выразил, что любовь Его к нам пламя не всякой другой любви. Представляй же все это вместе сам в себе, и ты возбудишь в себе такую горячую любовь, вожжешь светлый пламень. Любовь к людям обыкновенно ничем так не воспламеняется в нас, как воспоминанием о благодеяниях, которые мы получили от них. Посему будем так же поступать и в отношении к Богу. Представим себе, сколько Он сделал для нас самое небо, землю, море, воздух, земные растения, различные цветы, животных, присмыкающихся, обитающих в море, воздухе, звезды небесные, солнце, луну, вообще все видимое, молнии, порядок времен, преемство дня и ночи, перемены времен года. Он вдохнул в нас душу, одарил нас разумом, почтил величайшей властью, посылал ангелов, посылал пророков, наконец, Сына Своего Единородного. И затем Он продолжает призывать тебя ко спасению сам через Единородного Сына. И апостол Павел не перестает убеждать и говорить «От имени Христа просим примиритесь с Богом» 2 Коринфянам 5 глава 20 стих «Не ограничился Бог и этим, но взяв начаток от Твоего естества, посадил Его превыше всякого начальства и власти, и силы, и всякого имени, именуемого не только в семь веки, но и в будущем» Эфесянам 1 глава 21 стих «Поистине, теперь благовременно сказать, кто излечет могущество Господа, возвестит всех хвалы Его» Псалом 105 2 стих «Еще, что воздам Господу за все благодеяния Его» Псалом 115 3 стих «Ибо, что может сравниться с такой честью, когда начаток нашего естества, который столько оскорблял Бога и столько был, унижен, сидит на такой высоте и обладает такой честью, и не только общее благодеяние исчисляй в уме своем, но и те, которые касаются, собственно, тебя. Например, как ты некогда подвергся клевете, избавился от обвинения, как некогда в бурную и темную ночь ты попал в руки разбойников и избежал их умыслов злых, как ты некогда был вознагражден после понесенного тобой убытка, как подвергся тяжкой болезни и получил облегчение. Исчисляй все благодеяния Божие, оказанные тебе в течение всей твоей жизни. И, конечно, ты найдешь их много не только в целой жизни, но и в одном дне. И если бы Бог захотел представить нам все благодеяния, которые мы, не сознавая, не разумея, получаем от Него каждый день, то мы не могли бы перечислить их. Сколько бесов носится в этом воздухе, сколько противных нам сил, если бы только Бог позволил им показать нам свои страшные, отвратительные лица, то не пришли бы мы в ужас, не погибли бы, не уничижились бы, не уничтожились бы, размышляя о всем этом, равно и о грехах своих, которые мы совершаем волею или неволею, ибо и то немалое благодеяние, что Бог не каждый день наказывает нас за наши согрешения, мы можем питать в себе любовь к Богу. Подлинно. Когда ты подумаешь, сколько каждый день ты грешишь, сколько каждый день получаешь благодеяний, каким пользуешься долготерпением, какой снисходительностью, когда подумаешь, что если бы Бог каждый день наказывал, ты не прожил бы и краткого времени. По словам пророка, если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто стоит, Псалом 129, 3 стих, то воздашь ему благодарность и не будешь роптать ни на что случающееся с тобою, напротив, увидишь, что если бы ты потерпел бесчисленное множество зол, и тогда еще не понес бы достойного наказания. При таком расположении духа ты воспламенишь в себе великую любовь и будешь в состоянии говорить вместе с пророком, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Здесь уместно обратить внимание на то, почему пророк привел в пример это именно животное. Лань сильно чувствует жажду и потому часто прибегает к водным источникам, а это чувство жажды происходит в ней и от природы, и от того, что она пожирает змей и питается мясом их. Так же поступай и ты, поглощай умственного змея, умерщвя и грех, и ты возжаждешь любовь к Богу, как порочная совесть делает нас нечистыми и вергает в отчаяние. Так тогда, когда мы умертвим грехи, очистим себя от пороков, мы будем в состоянии прозреть для духовной жажды с великим усердием призвать Бога воспламить в себе сильнейшую любовь и не словами только, но и самими делами воспеть этот припев. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.